Мэтту Дэймону исполнилось Это и многое другое смотрите прямо сейчас На прошлой неделе стало известно, что легендарный композитор Джон Уильямс в следующем году получит награду Американского киноинститута за вклад в развитие киноиндустрии Джон Уильямс является одним из самых титулованных и востребованных композиторов, работающих на Голливуд В копилке Уильямса присутствует аж пять Оскаров, которые он получил за создание музыкального оформления к таким фильмам, как «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны», «Инопланетянин» и «Список Шиндлера» Также Уильямс работал над саундтреками таких лент, как «Индиана Джонс», «Один дома», «Парк юрского периода», «Гарри Поттер», «Пойма меня, если сможешь» и многих-многих других Его мелодии знают без сомнения не только любители кинематографа, но и далекие от мира кино люди Безусловно, Джон Уильямс заслужил награду за вклад в развитие киноиндустрии, которая будет вручена ему в торжественной обстановке 9 июня будущего года в Лос-Анджелесе Стоит отметить, что Уильямс станет первым композитором, который получит награду Американского киноинститута 83-летний композитор продолжает свою работу и по сей день Скоро на экраны выйдет седьмой эпизод «Звездных войн», музыку, к которому написал именно Уильямс Перейдем к новинкам недели Главной премьерой нынешнего уикенда обещает стать новая картина знаменитого режиссера Роберта Зимекиса под названием «Прогулка» Лента «Прогулка» поставлена по автобиографической книге французского канатоходца Филиппа Петти, которая называется «Достать до облаков» На страницах своей книги Петти рассказывает о своем ярком и безумном достижении, совершенном 8 августа 1974 года Именно тогда Петти прошел без страховки по канату, натянутому между башнями-близнецами Всемирного торгового центра У Филиппа не было разрешения на столь рискованный трюк, так что сразу же после него он был арестован Воплотить образ взбалмошного и рискованного француза в крупнобюджетном фильме Роберта Зимекиса Взялся молодой, но уже невероятно популярный актер Джозеф Гордон Левитт Для этого ему пришлось под присмотром самого Филиппа Петти за неделю научиться ходить по канату на высоте 3,5 метров Зимекис утверждает, что загорелся идеей об этом фильме еще 10 лет назад После того, как ему в руки попала детская книга «Человек, который шел между башнями», описывающая эту невероятную историю По словам многих критиков, отдельного упоминания в этом фильме заслуживают весьма реалистичные компьютерные спецэффекты Которые могут вызвать приступы страха у тех, кто боится высоты Прогулка, однако, не является единственной громкой премьерой недели Как это часто случалось в летние месяцы Осень диктует кинопрокату свои правила конкуренции Так что Зимекису и компании еще предстоит побороться за внимание российского зрителя Хотя бы с Гильермо Дальторо, который выпустил очередной мистический фильм ужасов «Багровый пик» Действие картины «Багровый пик» происходит в индустриальной викторианской Англии 19 века Молодая девушка Эдит влюбляется в богатого владельца замка и выходит за него замуж Однако вскоре выясняется, что в огромном замке хранятся жуткие тайны Хранителями которых являются новоявленный супруг и его сестра Можно сказать, что творческой фишкой мексиканского режиссера Гильермо Дальторо Являются именно мистические и драматические фильмы ужасов Мировой славой Дальторо добился благодаря таким лентам, как «Хребет дьявола» и «Лабиринт фавна» Идейным продолжением которых и является лента «Багровый пик» Сделав перерыв на красивый дорогой блокбастер «Тихоокеанский рубеж» Режиссер снова вернулся к излюбленной тематике И, кажется, вновь имеет все шансы на успех По крайней мере, трейлеры картины смотрятся очень многообещающе За счет неповторимого визуального стиля, таинственной атмосферы, а также звездных актеров в кадре Главные роли в картине «Багровый пик» сыграли Мия Васиковска, Тодд Хиддлстон и Джессика Честейн Российский кинематограф на этой неделе представлен новой лентой Петра Буслова под названием «Родина» В картине «Родина» рассказывается сразу несколько историй, которые происходят с русскими людьми в Индии Разъяренный бизнесмен совершает незапланированную посадку на частном самолете И высаживает с борта свою дочь-бунтарку После чего, осознав свою ошибку, пытается ее разыскать Парень Игорь приехал в Индию за просветлением, но вместо этого получил лишь наркотические блуждания на грани с Явью Супружеская пара пытается восстановить свою любовь на берегах Аравийского моря И все эти персонажи неизменно мучаются одним и тем же исконно русским вопросом «Что делать?» Режиссер Петр Буслов прославился благодаря своему кинодебюту криминальной драме «Бумер» Второе яркое пятно в его карьере пришлось на выход в прокат биографической ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой» Сейчас же Петр снял мелодраматический триллер, идею которого вынашивал много лет Главные роли в ленте «Родина» исполнили Андрей Смоляков, Петр Федоров, Любовь Аксенова, Сергей Бадюк, Екатерина Волкова, Андрей Мерзликин и Александр Робок На прошлой неделе свой 45-летний юбилей отпраздновала одна из самых скромных звезд Голливуда Человек, сделавший себе имя без громких скандалов и пикантных подробностей личной жизни Талантливый актер и свой в доску парень Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон родился 8 октября 1970 года в американском городе Кембридж в семье налогового инспектора и преподавательницы в колледже Когда Мэтту было 8 лет, он познакомился со своим дальним родственником, 6-летним Беном Аффлеком с которым Мэтт дружит и сотрудничает и по сей день В 16 лет Дэймон понял, что хочет стать актером и, накопив денег, отправился покорять Нью-Йорк Спустя всего два года он уже играл маленькие эпизодические роли в полнометражных картинах таких как «Мистическая пицца» и «Сын, восходящая звезда» Первая крупная роль Мэтта Дэймона приходится на 92-й год когда на широкий экран вышла лента «Школьные узы» где он сыграл вместе со своим другом Беном Аффлеком также с молодым Брэндоном Фрейзером и Крисом Адоналлом Мировую славу Мэтту Дэймону принес фильм 97-го года «Умница Уилл Хантинг» в котором он не только сыграл главную роль, но и написал сценарий с авторстве все с тем же Беном Аффлеком за эту работу неразлучная пара получила своих первых Оскаров дальнейшей карьере Мэтта Дэймона можно только позавидовать спасти рядового Райана, Догма, талантливый мистер Рипли 11 друзей Оушена, идентификация Борна, братья Гримм отступники, железная хватка, интерстеллар, марсианин вот лишь немногие из фильмов, в которых Мэтт Дэймон принял участие в данный момент 45-летний юбиляр участвует в промо-компании марсианина и готовится к съемкам в очередной части франшизы о спецагенте Джейсоне Борне. Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Это интересно» мы поговорим о российских самодержавцах и вспомним несколько ярких примеров, когда российские актеры полностью перевоплотились на экране в царственную особу. И начать этот обзор, разумеется, необходимо с Николая Симонова. Этот актер сыграл главную роль в фильме Владимира Петрова «Петр I» 37-го года выпуска. Надо сказать, что внешность Симонова была не очень близка к каноническому изображению Петра, поэтому много сил режиссера отняли поиски грима. Актеру пришлось немного подбрить волосы, чтобы визуально увеличить лоб. Гримеры воссоздали знаменитую петровскую прическу с помощью парика, наклеили характерные усы и брови. Для того, чтобы на экране получить адутловатость щек, присущую Петру I, Симонов снимался немного небритым. Очень важно было передать рост великого правителя. Для этого актер носил сапоги на высоких каблуках, внутри которых подкладывали пробки. Все эти старания были не напрасны. Фильм «Петр I» прочно занял свое место среди советской киноклассики. В 2003 году Виктору Сухорукову выпала возможность воплотить на экране сложный образ царя Павла I. Фильм Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел» получил множество престижных российских наград и одобрения критиков. Вопреки распространенному мнению о том, что царь был бездушным солдафоном и попросту сумасшедшим человеком, Сухоруков решил выстроить свою роль в несколько другом ключе. Его Павел – это наивный и простодушный ребенок, который с детства привык к игре в солдатики и строительству миниатюрного городка из подручных деталей. Сам Сухоруков говорил об этой работе следующие слова. «Это очень яркая роль. Я, как все советские граждане, знал о нем только негативное. Павел Салдафон, Самодур, Истеричка. Но изучая биографию и материалы Павла Петровича, я понял, что это не так. В конце концов, я превратился в его сторонника и защитника. Может быть, я где-то субъективен, но как актер я должен защищать того человека, шкуру которого влезаю». Образ Александра Второго «Освободителя» воплотил на экране актер Георгий Тараторкин в мини-сериале Александра Орлова «Любовь императора». Это история взаимоотношений русского царя и княжны Екатерины Долгоруковой. Несмотря на гигантскую разницу в возрасте – 31 год – эта женщина приблизилась к Александру на долгие 16 лет. Об этой связи сам Тараторкин говорил так. «С царем случилось то, чего не случалось до этого. Он полюбил. И все нормы и устои стали рушиться. Если бы не так, если бы эти чувства не были из ряда вон выходящими, единственными, дело кончилось бы очередным дворцом в подарок». Но Александр посчитал невозможным расстаться с этой женщиной. Он решил, что без нее жизнь лишится смысла. Перенесемся на три столетия назад, прямиком в середину 16 века. Это были темные времена, которые ознаменовались правлением Ивана Грозного. Ерче всего эту личность на экране смог воплотить Петр Мамонов в ленте Павла Лунгина «Царь». Главная роль изначально писалась в расчете на этого актера. У Петра получился очень своеобразный образ царя, не лишенный, однако, наиболее часто приписываемых ему черт – жестокости, сумасбродства, помешанности. Мамонов говорит о своей роли следующее. «Колбасит меня, так и Грозного колбасило. Просто масштабы другие. А он жутко талантливый был, жуткий умница, но его трясло и молотило по-всякому. Он всюду хотел быть верхним. В молитве, например. И главное, хотел, чтобы его больше всех любили. Он ведь войско целое создал, специальное, чтобы его любили. Он даже так хотел, чтобы его любили, что иногда сам Бога забывал любить. Впрочем, после премьеры фильма «Царь» выяснилось, что Мамонов недоволен своей работой. «Я был расстроен своей ролью. Я не увидел на экране образа русского царя. А потом подумал – и слава Богу, иначе был бы это второй остров». Стоит отметить, что образ именно этого царя является одним из самых популярных в нашем кинематографе. Его играли такие актеры, как Николай Черкасов в эпической постановке Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», Александр Демидов в одноименном сериале и даже Юрий Яковлев в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». На сегодня это все. Смотрите кино. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова